Привет, друзья! С вами Ухты Кухня и сегодня по вашим просьбам голубцы! Ух ты! Какие они красивые! А какие они полезные! Без мяса, без риса, самые простые ингредиенты! Поехали! Примерно 500 граммов фасоли замочила на ночь в холодной воде. Она так набухла хорошо. Эту водичку солью и пересыпаю в кастрюлю побольше. Хочу, чтобы она была в таком свободном плавании. Заливаю водой и ставлю на огонь. И варю практически до готовности. Это 30-40 минут. А пока фасоль варится, можно заняться остальными ингредиентами. Листики капусты. Бланшерной, друзья! Я в этом рецепте всегда использую пекинскую капусту. Голубцы получаются нежнейшие, потому что начинка у нас же практически готова. Отрезаю попку. У меня уже кипит кастрюлька с водой. И опускаю по одному-два листочка. Примерно на несколько секунд, чтобы они просто стали послушными. А, три даже войдет. Все. Через несколько секунд можно вынимать. Листики остаются такими же яркими, как и свежие. Выкладываю на тарелку. Пусть здесь себе отдыхает. А я продолжу. Все очень быстро. На все про все пару минут. Еще несколько штучек. А серединку оставлю на вкусный салатик. Я думаю, вот так будет достаточно. И последние листочки. Здесь у меня штучек 15 получилось. Я думаю, будет достаточно. Капуста пусть отдыхает. А я воду выливаю. Эту же сковородку на огонь. Даю немного подсохнуть. И наливаю растительное масло. Одно-две столовые ложки. Две крупных луковицы нарезаю на мелкий кубик. И выкладываю в разогретое масло. Как зашкварчало. Немного соли. Щепотку сахара. Перемешиваю и обжариваю до румяности и красивого цвета. А можно пока и морковь натереть на крупной терке. Когда лук стал прозрачным, даже немного подрумяниваться, можно добавлять морковку. Перемешиваю и обжариваю все вместе до мягкости моркови. Сейчас посмотрю, что здесь наша фасоль уже. Ух ты! Она уже практически готова. Воду сливаю в кастрюльку. Немножко отложу на салат. Хочу попробовать сделать. А остальную фасоль, пока она горячая, разомну толкушкой. Даже если останутся фрагменты, только лучше. Не нужно добиваться однородности. Как пюрешка. Да, толкушку оставляю здесь. Со сковороды беру половину жареных овощей. Добавляю фасоль. Прямо с маслом. Вот так вот. А к этим овощам добавляю примерно 500 мл томатного сока. Или, как у меня, перетертые помидоры. Перемешиваю. И тушу несколько минут. А с этим что? Закончим сейчас, Сережка. Немножко еще перемну. Также в свой фарш я добавлю сладкий соленый перец. А почему сладко-соленый? Потому что это болгарский сладкий перчик, просто в соли. Поэтому я фасоль не солила абсолютно. Примерно 2 столовые ложки. И немножко измельчу. Ой, как пахнет! Хрустящий. Слышишь, какой сережка? Да-да-да. Я знаю, как он вкусный. Ну, соленый, правда. И добавлю фарш. И в специи добавлю сюда сушеный чеснок. И черный молотый перчик. Побольше! Да, побольше! Че молчишь? Все хорошо перемешиваю. Ой, слышишь, как запахло? Да-да, вкусно так. Сейчас будет еще вкуснее. Сейчас соус вкусный сделаем. Все, начинка готова. Соус пусть еще кипит. А я займусь голубцами. Беру лист. У меня уже остыл немножко. Раскладываю на доске. Вкусная начинка. А так, щедро, друзья. Хорошую ложку. И сворачиваю. Вообще так просто? Конечно! А как вкусно, ты уже знаешь. Вот и все. Вот такие красавцы получаются. Ставьте лайки, друзья, за такую простую, полезную и вкусную идею. Голубцы пока выкладываю на тарелку и продолжаю. Из соуса уже выпарилась жидкость. Образовались на стенках при жарочке. При гарочке, при жарочке, которые дадут этот вкус вкусный. Вливаю примерно 200-250 миллилитров отвара из фасоли. Перемешиваю. Доведем соус до вкуса солью. Немного сахара. Перемешаю. И уже смело можно выкладывать наши голубцы. Ты смотри, какой у меня глазомер, Сережка. Сюда. Сюда. Добавлю несколько горошин душистого перца. 2-3-4 штучки будет достаточно. Накрываю крышкой. Делаю огонь ниже среднего. И тушу 20-30 минут. Чтобы все хорошо объединилось, подружилось. И будем ужинать, друзья. Давайте хотя бы одним глазиком посмотрим, что у нас там через 25 минут. Опа! Посмотрите, какая красота. Это точно красиво. Накрываю снова крышкой. Выключаю нагрев. И даю постоять минут 10. Чтобы все процессы приготовления остановились. Да, нарезаю хлеб. Есть уже хочется, сил нет. Ну что ж такое? Что это за ух ты кухня у нас такая? Опа! Насыпай. Ну что? Берем самые красивые голубчики и накладываем. И соус. Вот такая красота, друзья, получилась. Обязательно сметану. Я люблю все закрашивать. Не знаю, откуда такая привычка, друзья. На густой борщ похоже, да? Да, такое сказать. Оно по вкусу напоминает самый настоящий постный борщ. Только в другом приготовлении. Более интересном. Все, друзья, я пробую. Вкусно. По вкусу напоминает борщ. Только густой. Стопроцентный борщ. Выглядит красиво, пахнет вкусно. По вкусу тоже вкусно. Ставьте, друзья, лайки. Делитесь своими идеями постных блюд. Будем готовить вместе. У нас это хорошо получается. Как раз я и научусь. Всем приятного аппетита. Светлого неба и вкусной еды. Прикольно. Серьезно. Конечно. Это что-то новенькое. Да, что-то новенькое. Уже как бы и борща не хочется, и голубцов с мясом. Пост вроде как, да? Балованная ты, Анюта. Балованная. Угу, есть такое. Сейчас, Сережка, буду тебя угощать вкусным завтраком. Колбаску поджариваю. Так, чуть-чуть просто прогреваю. В миске взбалтываю три яйца. Омлет, что ли? Ну, типа того. И у меня остался фарш от голубцов. Яйца. Сюда. Перемешиваю. И больше ничего не добавляю. Здесь всего в достатке. И перчик, и морковь, и лук. И выливаю на сковороду. На колбаску. Так на сковороду, что на колбаску? И на сковороду, в которой колбаска. Накрываю крышкой. И где-то 2-3 минуты жду. Ты уже ждешь, да? Маня, уже в ожидании. В ожидании еды. Вкусно, конечно, он колбаску тут у меня выпрашивал. Через 2-3 минуты открываю крышку. Посмотрите, какая красота. Живое. Сверху какую-то тарелку или меньшим диаметром крышку. Переворачиваю. Аккуратненько. Посмотрите. Ух ты, как пицца прямо. Прямо как пицца. И снова в сковородку. Накрываю крышкой. И жду 1-2 минуты. А потом что? Выключаю нагреве, завтрак готов. Ага. А на завтрак сегодня у меня будет салат из капусты. Столовский мы его так называем. Много зелени. Да, это я люблю. Это все любят, Сережка. Есть бутербродики с творожным сыром еще у нас. И наш фасолевый омлет. Ух ты, класс. А как вкусно пахнет. Накрываю крышкой, выключаю нагрев, отсчитываю 30-40-50 секунд и можно подавать. Опа. С пылу и жару. Смотрите, какой он прикольный. Видно сочный какой остался? Видно, видно. Вообще шикарный, солнышко. А как это вкусно, Сережка. Да, да, да. Даже полезно. Ну, а это моя тогда. Ну, класс. Всем приятного аппетита, мирного неба и вкусной еды. Мудрой жены. И хорошего дня. Ваня, ты будешь с вами? Конечно, скажи. Все, мы кушаем. И моя тарелка.